Продолжаем обход монастыря. Послушники приняты, как и ты должен получить доступ, однако мастер-пар... Итак, у нас новый послушник. Ты же знаешь, что все в братстве... Жители Хориниса таинства... Мне это известно. Они же пытаются выяснить причину. До сих пор они не давали мне... Да, но... Никаких «но». Я должен поговорить с полотенцами. Ты скажешь нам о чем-то? У меня для них важно... Что это за... Армия зла собирается в долине рудников. Ее возглавляют драконы. Хм... Мы должны обдумать твои слова по... А пока тебе лучше уделить... Я ищу глаз Иноса. Любой, кто полагает, что он может не только на... Этот амулет сам выбирает свой... Я все же хотел бы по... Обязанность послушника проявлять... Что ж, мы больше не будем отрывать... Да, нас не хотят слушать... Кстати, это тот самый маг огня... Который... Передал нам письмо перед тем, как нас закинули в колонию. Послушай... Новый послушник... А каковы задачи вы... Это наш долг провозглашать... Хотя мы ведем уединенный образ... Ах... Так вам интересно... А что вы думаете об этих драконах? Что... Я понимаю, что сердце твое горит... Если мы позволим себе увлечь... Расскажи мне... Это шанс для избранного... И Инос один... Когда пройдет... Как только мы услышим волю Инос... Ты осмеливаешься обращаться ко мне послушник? У меня есть еще один вопрос... Похоже, ты не понимаешь... Я решаю как... А теперь... Возвращай... Да... Это самый суровый член высшего совета... Серпентес... Привет! Ты долг... Я Ополос! Ему вы будете отдавать овцу, если... Придете с дарами... Ты давно? Уже три года! Ну дочь... А почему? Моя работа здесь! И пока мистер Парлан... Не освободи меня от этого... Как я должен? Никогда не лги маком! Увозай собственных монастырь... Помимо этого... Я могу... А кто такие Огон? Огон заведует садом... Бобо прессов в монастырь... Не похоже, они что-то там не... Ты знаешь, что... Точно не знаю! Тебе лучше самому... Ты можешь чему-нибудь? Конечно! Мне честно! Мне честно! Но я бы хотел узнать... Чем я могу пом... Ну, если ты работаешь на Ниороса... То, типа, если ты принесёшь его мне... Я не имею... Скажи мне... Я не имею... Скажи мне... Что такое? Зло повсюду... Это всепоглощающая тьма... Белиар... Повелитель тьмы... Только те из нас... Чьи сердца горят свет... Ничего... Но в монастыре живут... Правильно... В отличие от... Паладина Чтят... Мы все представители им... Могу я сделать... Для меня? Нет... Ты можешь... Я эксперт в магии льда и грома... Однако... Я... 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 Ты молился за моих товарищей... Я... Благодарен тебе... Ты... Не мог бы поделиться своим боевым опытом? Когда ты сражаешься... Постарайся, что... Мы получили еще 2% к вручному оружию... Это... Очень хорошо... Что ты делаешь? Я молюсь Инусу... Что вот тогда я буду готов к любым... Каких врагов? Всях тех... Кто противится... Мне нужен доступ... Ну... Я не могу обеспечить тебе доступ... Для этого ты должен... Но я могу помочь тебе... Иди к мастеру изгороду... Не мог бы ты немного потренять... А почему он не попросит? Я думаю... Он рабе... Понимаю... Хорошо... Если это так много... Да светит Ин... Ну... Монастырь не такой большой... Как... Хоринис... Поэтому... Здесь можно... Закончить дела... Очень быстро... Так... Нас... Никто не увидел... Так... Я не lemб aju... Чтобы эту тему чтобы эту тему... Собственность будешь сохранен. По стойски... много полезных свитков так нужно проверить так еще 14 отмычек пока можно не загружаться и а а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот единственная келья, а в ней нету сундуков, но все, мы ограбили весь монастырь, кроме подвала, разумеется. О, мы посп... Огон поливал их так, что... А когда они сгнились, теперь меня постоянно заст... Зачем Огон? Тебе лучше самому спросить его об этом. Похоже, ты... У нас в семье была делянка, где мы выращивали. Я бы так хотел опять... Так, еще один квест. Бобо и сад, Ополос и библиотека. Когда мы станем магом, нам нужно будет выбрать, либо... Чтобы Бобо снова возглавлял сад, либо чтобы Ополос получил доступ в библиотеку, Либо оставить Дуриана в монастыре. Что произошло? Тебе не стоит верить всему. Давай проясни кое-что. Я никому не позволю встать, уве... Разве мы, послушники, не... Вы остальные можете поддерживать, но, пожалуйста, не трать мое б... Опять то же самое. Я помолился... Это хорошо. Ему стоило сто раз подумать. Я так и сказал. Так, нужно еще одного привлечь. Подожди минутку. А, вот, любого безымянного. Мне нужна... Эх, я был бы не... А нет, не любого. Кажется, вот этот, который беседует с играться. Ничем не занят. Мне нужна... Конечно, я помогу. Да, точно. Я прошу всего... Хорошо. Я за... Хорошо. А, кажется, все. Насчет... Бесспорно, это не... Монет. Ничего себе, мы уже отправили троих... На помощь. Что-то я не помню. Кто еще? Эй, ты... Спросим этого безымянного? Мне нужна... Ох, парень. Ты только не расстраивайся. А, вот. Но теперь-то уж точно все. Четыре послушника все-таки подметают. Как раз четыре кельи. Насчет кельи. Тебе удалось найти четырех послушников? Отлично, послушник. Так, и еще одно задание. У тебя есть? Да. Послушники, хорошо. Я дам тебе ключ от кладовой. Ты... А когда закончишься? Вот, нам нужно раздать... Колбасу. Заодно ограбим всю кладовку. И тут же... Находится потерянный рецепт. Нужный мастеру Неоросу. Но нужно не забыть отдать его... Сначала Ополосу. Он его изучит. Пройдем тем самым еще один квест. КОНЕЦ Вот, 14 бараньей колбасы. Ты не хочешь? Конечно. Всего 13 послушников, и мы 14-й. И, кажется, 3 послушника попросят у нас добавки. То есть, чтобы мы отдали ему свою колбаску. Эй! Ты, конечно. Как насчет вкусных? Не надеюсь. Вот. Овячья колбаса. Так ты хочешь колбас? Ладно. Эй! Это может продолжаться вечером. Я занимаюсь. Спасибо. Надеюсь, это не... ...неподетели Трудин и Кирлист. Нет ничего такого. Ты не... Конечно. Эй, ты! Я раз... Ты работаешь на Гаракса, да? Да? Смешно так у него только что голова исказилась, когда он начал есть эту колбасу. Как насчет не надейся? Эй! Понятия не имею. Как насчет не надейся? И вот как раз остались... ...три послушника, которые попросят добавку. А, кстати, есть еще пятнадцатый послушник. Он в городе, насколько помните. На рыночной площади пьет бесплатное пиво. Вот. У-у-у, баранья колбаса. Тогда у меня не хватит колбасы. У тебя все равно на одну колбаску боль. Ну же. Я дам тебе за нее свиток огненная стрела. Это еще не смеет. Что здесь нет? Ммм. Огненная стрела. Насколько я помню, Педро запросит просто так колбасу, ничего не даст нам. А ополос скажет, где найти травы огненную крапиву. Но он скажет, что она растет возле Мастау монастыря. Но мы уже это все подобрали и уже отдали Неоросу. Так что берем свиток. Хорошо. Отлично. Тем более, что у нас закончились все свитки. Да. Пригодится. Тоже небольшое дело. Я принес. Хорошо. Да. Ах. Хорошо. Огром. Я. Я. Ох, фантастика. Теперь уже не попросит добавку, так как колбасы в принципе нету. Эй! Вот, возьми колбасу, брат. Я рад, что ты подумал обо... Ты можешь дать мне еще одну колбаску. Забудь об этом тогда и... Эй, всего одну колбаску. Если ты отнесешь ее Неоросу, он наверняка... Но у меня больше нету. Нет, за... Ты хочешь выслужиться перед Горексом? Значит, я перепутал. Только двое требуют и вот Педро рассказывает нам о... об... Огненной Крапиве. Мне... Так, мне вот не нравится то, что... Как вы заметили, Горекс вооружился посохом Ультара. Помните, когда мы обратились к нему, у него был в продаже посох огня, посох... Боевой посох, который Ультар зарядил. И вот этот вот. Сейчас же он... Да. Ну ладно. Куплю заранее кушак огня. Все равно придется покупать. Я раздал колбаску. И разделил ее по справедливости. Вот. Возьми эти свет... У тебя есть еще... Да. Как ты знаешь, Орлан, хозяин трактира Мертвая Гарпия. Отнеси ему эти бутылки, но... Да, вот мне не нравится то, что он отдел посох, и я совершенно не помню. Уберет ли он его обратно в инвентарь. Или так и будет. Потому что вдруг нам захочется купить этот посох. Ну, здесь осталось два задания пройти, и мы получим доступ в библиотеку. Да вот. Доставить вино и помочь изгороду вместо паладина Серджио. Эй, ты! Покажи! Меня послал Серджио. Здесь недавно поедали. Пусти нас Завалим сейчас Черного Волка. Где-то здесь, совсем рядом. Уникальный Волк. Больше такого нигде не встретить. Вот он. Ну, у нас прекрасный, прекрасное владение двуручным оружием. да, и посох очень длинный по сравнению с тем коротким метчиком, которым нам приходилось орудовать. вон, уникальный вот ты где нах... Что случилось? Состязание кто кого перепьет. Наконец-то кто победит? На этот раз рендер. Я надеюсь, это было в последнем. Хех, выходят такие. Подышать свежим воздухом. Похмелье? Нет, я чувствую себя. Все, наконец, получил. Похоже, рухар не скоро. Даже 20% как и положено нам вернул. Похоже, ты откусил. Отвой день. Я даже не знал об этом. Я принес вин... Превосходно. Я уже договорился о цене с м... Ты пытаешься надуть меня? Так, Горакс предупредил тебя, да? Ну, хорошо. Ты скажешь Гораксу, что я банул тебя. А свитки там почти бесполезные, лучше... А что это за... Понятия не имею... Я в этом не... Там что-то ледяная стрела, легкое лечение. И еще там огненная, кажется, стрела. Эй, давай... Ну, хорошо, хорошо. Вот ты... Покажи, конечно. Никто ничему не учится у меня. Никто ничего не хочет знать. вот. Сторговались. Сейчас отправлюсь к изгороду. Эй! Я убил вам... Хорошая работа, послушник. Ну и осталось только доложить Гораксу. Подошли. Так, хочу проверить. Допустим, сохранимся и... загрузимся тут же. Может быть, это поможет. А... Нет, не помогло. так он и носит это оружие с собой. Хотя есть идея. Я отнес и... Ты получил? Я принес превосходно. Ты прив... Как вы заметили... Эм... как же выглядело имя? Изгород вооружился убийцам орков мечом. НПС и торговцы всегда вооружаются самым мощным по урону оружием. Насчет рецепт. Я нашел его. Хорошо. Я боялся... Вот, возьми в знак моей благодарности. Не мог бы ты для новичка ты можешь купить все могу я не так. Так вот, можно продать какой-нибудь найденный меч гороксу с уроном. Сколько там? 75 урон был у того посоха. Больше 75 уроном. И тем самым он вооружится более мощным оружием. Ну, а мы получим в продажу наш посох. Луговой горец, две огненные крапивы, ну и бутылочка, естественно. Сейчас проверим, сколько у нас. луговой горец, вот очень редко это же растение, всего лишь 19 у нас. Один такой нужен для каждого зелья. Так, две травы, у нас 47. так, ну думаю штучек 5 штучек 5 зелий можно сварить. здесь нельзя заказывать сразу столько, сколько нужно, приходится вот так вот по одному зелью варить. Ну, как вы поняли, в связи с такой ограниченностью луговых горцев, много зелий наварить не получится. Так что основное это все-таки покупка, основной способ получения их. вот можно обработать болотную траву в один косяк, но это нам не нужно. И вот смешаем табак заранее с медом, с болотной травой и с черным грибом. Ну, а как я говорил ранее, раздачу будем ввести в пятой главе, чтобы получить максимально опыта за это. Там кажется по 200 или по 250 опыта. Сейчас где-то будет 50 только. Ты действительно думаешь понятия не имею, скажи мне. Могу я ва... Ты принёс огненную крапиву, брат? Ты нашёл рецепт, братан-эр? Ты убил чёрного волка, не смог найти четырёх послушников, ты честно раздал его послушник, ты продал вино как-то... Да, ты хорошо поработал. Теперь пришло, я выдаю тебе... Опять то же самое. Итак, мы получили доступ в библиотеку. что думаешь... Эй! Что я могу сделать? Я пришёл почитать. Понимаю. Если тебе удастся выкроить время приезу... Есть один вопрос, в котором мне не помешало... У тебя есть поручитель... Да, это касается безумного Игнаца. И это очень беспокоит меня. Чтобы проверить это, мне хотелось бы... Я хочу, чтобы ты отправился в город и... Но никому ни слова. Конечно. Вот 150 золотых монет. Вот свитки, которые ты... Отлично, мой юный друг. Теперь ты можешь полностью посвятить себя... И возьми этот свиток в качестве... А чем? Я отвечаю за обучение маг... Что это означает? Ну, я обучаю их вызову существ из других из... Это обычно называется просто вызовом. Кроме того, у меня есть очень интересные но я могу продать их только членам... Вот как раз Кара станет нашим основным учителем. Повезло, что у меня оказались три... оказалось три свитка. Забвение. из... Вот он вызов волка вручил. Создание скелета мы украли в угловой келье. Эй! Я мастер Хиглас Страш Огня Итак, мистер Парл тогда бери их и изучай. Что ты изуч... Я посвятил себя изучению Огня Это его дар Как это интересно Магию дарует им Да, здесь это тут Хиглас изучает огонь Карас вызов существ Мордук лед и молнию Ну и Парлан Общее заклинание вроде света лечения И природное также заклинание там кулак ветра Здесь описание всех рун второго круга и необходимые условия для создания То есть щипцы нужно для работы на рунном столе Также чистый свиток желаемого заглинания рунный камень чистый и иметь знания но и ингредиент Так здесь все заклинания первого круга Да здесь третьего тут четвертого насколько я помню а нет шестого значит пятого и вот здесь четвертого нет ну ладно В общем-то, я планирую создать на первом круге молнию, лечение. Хотя нет, молнию и свет. И вот это нам нужно. Испытание огнем. Здесь сказано, что любой послушник вправе требовать прохождения испытания огнем, все-таки я решил украсть вот единственный сундук обокрасть, который я еще не тронул. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Ага, даже так. Ну что ж, ладно. А, точно, этот квест появится только в третьей главе. Так что можно пока что не париться. Я хочу пройти испытание огнем. Так ты знаешь, а ты? Да, я ссылаюсь на закон. Мы знаем закон огня. Мы также видели, как множество. Я хочу пройти. Если ты категорически настаиваешь. Я настаиваю на прохождении испытания. В таком случае, так тому и быть. Да жалится Инос. Я готов пройти испытание. И только одному Иносу ведомо, пройдешь ли ты ее. Испытанию магией. Понимаю. А кто? Инос в своей мудрости выбрал троих послушников. Ну хватит об этом. Услышь слова этого испытания. Следуй знаком Иноса и принеси то, что верующий находит в конце пути. Тебе понадобится этот ключ. Это все, что мы можем сказать. Я готов пройти твое испытание. Я не удивлен, что ты знаешь. Но я подозреваю, что ты не осознаешь. Уж очень давно никто не подвергся. Тогда это был молодой и амбициозный послушник. Недолго ему осталось быть единственным. Тогда я не буду больше испытывать твое тяжесть. Создай руну Огненная Стрела. Я слышал, что ты прошел испытание огнем. Со всей присущей мне скромностью, я расскажу тебе не стоит пытаться пройти это испытание. Я хочу пройти. Если такова воля Иноса, я готов пройти. Итак, ты хочешь подвергнуться этому. Достаточно ли ты умен, чтобы пройти это? Если нет, ты... А теперь слушай. Вместе камней найди того, кто никогда не был рожден. Найди того, кто когда-то был вызван. Одолей того, кого нельзя одолеть. Живой скалой? Что за... Я сказал тебе все. Теперь ты узнаешь, что значит... Живая скала — это голем, естественно. Каменный голем. Он слушал мне тех же людей. Эй, ты действительно потреп... Да. Хорошо. Возможно, я могу помочь тебе в этом. Я могу дать... Я слышал другое. И что мне делать? При помощи этого заклинания ты можешь погружать людей. Это может быть очень полезным. А как я узнаю? Не стоит даже и пытаться испытывать это заклинание. Что ты хочешь? У каждого вновь посвященного мага. И если ты действительно пройдешь испорчение... Пожественный порядок. Это все сможет. Хорошо. Давай... Удачи тебе в этом... И почему я не слышал об этом врачу? Ну, я в любом случае его бы выбирал, потому что... Все-таки у остальных не настолько серьезные проблемы. Этого же хотят выгнать из монастыря. Он не хочет уходить. Этот послушник сам нам все разболтал об этом молоте. Робора первого, который померился силами с живым големом и уничтожил его. Так что... Загоним в сон Гарвига. Заберем молот. Голем будет по пути как раз вот... Следуй следами Инноса, как нам сказал Пирокар. И там мы найдем... То, что ждет нас в конце пути. Вот ничего не известно, но мы можем его одеть. Выспимся со свежими силами с утра. Двинемся в путь. Правда, погода нам немного не благоволит. Но да ладно. Ну, на этом пока все. В следующей части начнем прохождение испытания огнем. Оставайтесь с нами. Увидимся. Удачи вам.